Святые угодники, что ты сделал со своими туфлями? Наступил в грязь в своих любимых кожаных туфлях. Можно ли вернуть жизнь твоим туфлям за 200 долларов? Сегодня я покажу вам как. Первый шаг – надо просушить туфли. Проблема в том, что если пытаться очистить мокрую грязь, то есть больше шансов тереть ее глубже в кожу и в трещины. Лучше дать ей просохнуть перед тем, как чистить. Серьезно, господа. Если ее не высушить, то будет практически невозможно очистить обувь. Второй шаг – помойте шнурки. Для начала их надо снять с обуви и постирать их в теплой воде где-то в 40 градусов с добавлением порошка. Замочите их на пару минут в воде, чтобы грязь размокла. Когда они хорошо отмякли, возьмите старую зубную щетку, чтобы убрать следы грязи. Но трите не слишком сильно, иначе можно повредить шнурки. Будьте внимательны на концах вокруг иглетов, чтобы их не испортить. После чистки ополосните и оставьте сушиться. Если остались пятна грязи, повторите все снова. Третий шаг – очистить сухую грязь с обуви. Сбейте грязь, ударяя туфлями от твердую поверхность. Не стоит усердствовать. Нам нужно сбить самые большие куски. Когда сбиваешь грязь, ударяйте только подошву. Не рискуйте поцарапать верхнюю часть обуви. Когда мы отбили большие куски грязи, можем переходить к следующему шагу. Используя щетку с натуральной щетиной, начинаем сбивать грязь с поверхности туфель. Важно использовать старую щетку, а не ту, которой вы будете наводить лоск позже. Четвертый шаг – помойте туфли. Перед тем, как начать их мыть, лучше положить в туфли кедровые распорки, чтобы они сохранили свою форму. Мыть туфли лучше всего специальным средством. Самое подходящее средство – это седельное мыло. Оно специально сделано для того, чтобы не повреждать и не пачкать кожу. Хорошее мыло имеет в составе ланолин и воск. Оба эти ингредиента увлажняют и защищают кожу. Для начала смочите щетку в воде и затем взбивайте пену. Нанесите пену хорошим слоем, обработав всю поверхность, трещины и изгибы. Если есть трудности, чтобы очистить грязь в узких местах, то воспользуйтесь обычной кисточкой для рисования. Затем возьмите сухую тряпку и протрите вашу обувь, вытирая всю пену и грязь. Дайте просохнуть 10-15 минут, после чего посмотрите, удалось ли вам убрать всю грязь. Если осталась грязь, то повторите всю процедуру снова. Профессиональный совет. Если в вашей обуви есть перфорация, то используйте зубочистку, чтобы убрать грязь. Пятый шаг – увлажнение кожи. Седельное мыло отлично очищает, но оно также может забирать влагу из кожи. Поэтому после работы с мылом вам надо восстановить влажность, чтобы кожа не потрескалась со временем. Для этого мы будем использовать кондиционер, который специально разработан для кожи, и наносить его мы будем при помощи мягкой ткани. Лучшие кондиционеры сделаны из натуральных продуктов. Кстати, да, перед тем, как наносить любые продукты на всю поверхность вашей обуви, сперва лучше проверить их на маленьком кусочке. Нанесите немного продукта на язычок, где его не видно. Дайте просохнуть и посмотрите, не поменял ли продукт цвет кожи. После завершения теста можете переходить к нанесению кондиционера на всю поверхность обуви. Наносите его небольшими круговыми движениями. Уберите лишний кондиционер и оставьте туфли подсохнуть примерно на 20 минут. Шаг номер 6. Нанесение крема. Во-первых, этот шаг необязательный. Он нужен в случае, когда ваша обувь потеряла цвет из-за грязи, потому что крем сам по себе это пигмент, который помогает придать коже первоначальный цвет. Поэтому его стоит выбирать под цвет вашей обуви. Для начала надо нанести крем на всю поверхность кожи небольшими круговыми движениями. Необходимо дать ему впитаться примерно 5 минут, пока работаете со второй туфлей. После чего надо нанести блеск при помощи чистой щетки с натуральной щетиной. Помните, не надо использовать ту же самую щетку, которой вы сбивали сухую грязь. Седьмой шаг. Обработка краев. Со временем края подошвы портятся. Они теряют цвет. Как же вернуть им цвет? Крем? Нет. Мы используем специальный продукт для обработки краев. Он позволяет закрасить и навести блеск на края подошвы и каблука. Это очень сильный коллер, который моментально закрашивает все изъяны. Им легко пользоваться. В его комплекте есть все, что нужно, включая губку-аппликатор. Но надо быть внимательным, чтобы не запачкать им кожу. А если попало немного коллера, то быстро промокните его бумажным полотенцем. Я наношу дважды. Сначала один слой, затем даю просохнуть пару минут и наношу еще раз. Восьмой шаг. Нанесение воска. Вы можете задаться вопросом, мы уже нанесли крем, зачем нам теперь наносить воск? В чем смысл? Воск позволяет создать защитный слой, который защищает вашу обувь от повреждений. К тому же он создает красивый блеск. Для нанесения мы используем мягкую ткань и наносим воск круговыми движениями. Дайте просохнуть пять минут и затем отполируйте щеткой. Повторяйте до тех пор, пока вас не будет удовлетворять уровень блеска.